Владимир Владимирович, у нас вчера поступил вопрос от газеты Владимирской ведомости. Я обещала, что дам слово, немножко другой вопрос прозвучал, поскольку обещание было дано, разрешите его выполнить. Вопрос касался мусорной реформы. Был связан с тем, вы критикуете конкретного регионального оператора или вы сейчас говорите о том, что есть проблемы с мусорной реформой? Проясните, пожалуйста, позицию. В принципе, я уже комментировал ситуацию, когда был на выезде судови, но готов еще раз это озвучить, потому что какие-то средства масс-информации присутствуют, какие-то нет. Вопрос очень важный и волнующий каждого жителя Владимирской области. Администрации области. Были выполнены все условия вхождения так называемой мусорной реформы. Первое. Была сформирована территориальная схема. Второе. По всем тем зонам мы выбрали региональный оператор. Вы знаете, какой был сложный и непростой процесс. Я сейчас говорю о заявлениях в федеральную антимонопольную службу со стороны определенных игроков этого рынка. Как они поступали? Добросовестно или нет? Это второй вопрос. Но это было замедление процесса. В том числе. Это в том числе отразилось на работе регионального оператора по второй зоне. Потому что неоднократное обращение фаз тормозили процедурные вопросы. И тормозили тот конкурс, который проходил по второй зоне. Второй вопрос. Это в связи с тем, что это произошло за неделю до Нового года. Поэтому, еще раз говорю, эти процедурные вопросы наложились на работу регионального оператора. По поводу критики. Однозначно я, собираясь в совещании 10 января, получил информацию от соответствующих подразделений администрации о точечных проблемах, существующих на территории этого регионального оператора. У меня серьезные вопросы к менеджменту этой компании. Персонально к генеральному директору. И на этом совещании я поставил вопрос акционеру компании, который также там присутствовал, о том, что если человек не справляется со своими обязанностями, надо его менять. Ничего бояться. Найдите профессионального тогда сотрудника, который сможет выполнять свои обязанности, связанные с изменением графика в силу того, что пошли они достаточно оперативно и быстро. Нужна более профессиональная работа, более профессиональный подход. Потому что если говорить о других районах нашей области, а мы сейчас должны в комплексе оценивать мусорную реформу, там нет проблем. Ни в одном районе нет проблем. Это, конечно, зависит от многих факторов. От ресурсов компании, как я говорю, от трудовых ресурсов, от менеджмента, от организации процесса. И я на это указал на этом совещании региональному оператору. Поэтому, по моему мнению, вот эти вот точные вопросы, это срочная задача для регионального оператора. Потому что ситуация, мы все знаем, она выронилась после Нового года, несмотря на вот те обстоятельства, о которых я сказал. И она выравнивается с каждым днем. Но вопросы у меня к ним остаются. К их работе. Владимир Владимирович, это исключительно по какому-то населенному пункту, либо по всей зоне? Я же подчеркнул, многие знают, что ситуация на территории Владимирской области, кроме города Владимира, она характеризуется в некоторых районах даже более положительно, чем это со стороны органов муниципальной власти. Даже более положительно, по сравнению с предыдущим периодом. А по городу Владимира речь идет только о точных вопросах, прежде всего, Октябрьском районе. Вот эта проблема есть. Я ее знаю, мы ее контролируем в ежедневном режиме. Значит, контрольный комитет ежедневно объезжает к контейнерной площадке и фиксирует вопросы не только к региональному оператору, и об этом я тоже говорил на совещании, но еще к управляющим компаниям. И еще, в том числе, к органам местного управления. По обустройству этих контейнерных площадок, чтобы они имели навес, чтобы они имели ограждение. А к управляющим компаниям по вывозу крупногабаритного мусора, который также мы видим сейчас в больших объемах, накопленные на тех или иных контейнерных площадках, свои времена заявки подавать. Поэтому, еще раз говорю, это точные проблемы в городе Владимир и то на отдельно взятых контейнерных площадках. Уверен, что в течение января мы до конца решим эту проблематику. Спасибо, Владимир. К слову о мусоре. В последнее время Александровские активисты пытаются ускорить закрытие и рекультивацию свалки в Машково. В связи с этим у меня вопрос. Когда в любом Машково закроется? Куда будет вывозить мусор в Александровском районе? Уже есть какие-то мусоры? Это вы программу целую практически написали. Но давайте я сначала разделю это на два блока. Первое – это текущая ситуация. Как я подчеркнул, со своей стороны все действия администрация областная выполнила. С точки зрения контроля за данной проблематикой техсхемы есть. Соглашений между нашим субъектом и другими субъектами не существует. Не существует. Это понятно. По поводу конкретно этой свалки, полигоном я назвать ее, конечно, можно, но с натяжкой. Здесь точно необходимо активное действие со стороны надзорных органов и со стороны органа местного самоуправления, который отвечает за данную ситуацию в целом и должен принимать соответствующие действия. По Петушевскому району, там существует действующий полигон. Полигон прошел экологическую экспертизу. Какие сейчас есть еще тогда вопросы с точки зрения постановления Полышева по выделению земельных ресурсов? Дополнительные 212 гектара леса первой категории. Нет, они же не выделены. Я знаю, что неоднократно выезжал в департамент природопользования для того, чтобы зафиксировать различные факты нарушения действий, которые происходят со стороны собственных полигонов. Этого выявлено не было. Если у вас есть конкретные факты нарушения законодательства, вы обещали отменить это постановление. Я же вам все сейчас и сказал про те слова, которые я говорил с точки зрения отмены инвестиционного протокола по Кижайскому району. Вы смешали все в одном. Я предлагаю, вы предоставьте документы, соответствующие в адрес контрольного комитета, здесь присутствующий руководитель. Мы давайте их рассмотрим тогда и вместе с вами обсудим. Не возражаете? Вы обещали отменить, мы не будете. Это одно и то же. Не просто. Спасибо. Спасибо. Я вот еще одна претензия, которая у меня была к биотехнологиям, это так называемые горячие линии. Потому что я сам попробовал позвонить нам в первый период совещания, первый день января, и еле-еле нам дозвонился. Но такого не должно быть, правильно? То есть, что каждый житель той или иной зоны должен тут же дозвониться до регионального императора и тут же дать ему какую-то заявку на обращение проблемам. И все-таки по мусору. Понятно, что можно мывать руки и говорить о том, что у нас нет межрегиональных соглашений, и по вашим данным мусор не возится. Но есть другие документы, которые подтверждают то, что он возится и вполне на легальных основаниях. Но все-таки вы как хозяин региона, самый старший человек, самый главный, ответственный. Если все-таки не перекладывать эту ответственность на полномочные органы и так далее, что вы конкретно можете сделать, на какие решительные меры вы готовы для того, чтобы все-таки поставить на слон мусору из других регионов на территорию нашей области? Спасибо. Теперь по поводу мусора. Слушайте, вот неоднократно слышу факты, которые говорят о том, что это происходит. У меня предложение, пользуюсь данным случаем. Давайте тогда в адрес департамента природа пользования подадим все конкретные только факты. Не домыслы и не, как говорится, там бабка на новое сказала, а все четкие факты, нарушения которых вы говорите. Хорошо? Владимир Владимирович, ну конкретный класс, официальный ответ департамента ЖКХ мэрии Москвы на запрос «Зебра ТВ» на основании федерального закона 458, долгосрочные десятилетние контракты, заключенные до 1 января 2016 года, то есть до 26 года будут вывозиться отходы из Москвы. «Эколайн» и «Хартия». «Эколайн» у Александров, «Хартия» про то, что Семен говорил от Болдина. Да, есть документ, и кто, что, да-да, даже уже вывозились вывозить сейчас. Ладно, сходите в Третьяковскую галерею, вы уже, к сожалению, опоздали. Если бы сходили в Третьяковскую галерею, увидели бы картины художника, московского, который взял GPS-ный гигант, трекера, маячки, положил свои пакеты с мусором и вычислил две свалки. Его мусор попадает либо в Александров, либо в Болдина. Ну тогда, вы знаете, я предлагаю координаты этого художника договориться. И тогда мы, давайте со своей стороны свяжемся с ним. Подчеркиваю, нужны факты для того, чтобы мы уже обратились, я как губернатор обратился в Роспромнадзор. Хорошо, поэтому я предлагаю, что сейчас сделать. Вот еще раз говорю, пользуйтесь. Я опять департамент ЖКХ Москвы тоже вам перестал. Все факты, которые есть, давайте. А вы знали, что он есть? Это есть, а вы сказали, что будет сам факт вывоза? Он уже есть. Да, уже есть. С 2016 года по 2026 год на основании долгосрочных 10-летних контрактов, защищенных федеральным законом 4, 5, 8, из Москвы две фирмы Эколайн и Харти вывозят мусор в Владимирскую область сотнями тонн. Хорошо, вот я смотри, что предлагаю. Еще раз говорю, давайте все факты, которые есть, мы фиксируем, и со стороны органа исполнительной власти мы писаем соответствующие претензии в адрес Роспромнадзора. Это вот самое, я считаю, правильное решение для того, чтобы они нам уже ответили, почему таким образом происходит контроль с их стороны, как федеральная структура. То есть, вы же на уровне правительства не готовы идти? Давайте на федеральную структуру. Ну вот на региональную структуру будет. Но это же фактический вопрос федеральной структуры. Мы прощаемся с федеральной структурой и дальше понимаем, каким образом будем работать в этом направлении. Какие действия они предприняли и какие последствия. Договорились? Елена Полякова, телепрограмма «Местное время. Радужный». Вопрос, к сожалению, снова про мусор. Она, видимо, неисчерпаемая тема. У нас в «Радужном» обратная ситуация. У нас нет никаких точечных проблем. У нас очень чисто. У нас чистый город. У нас было чисто и у нас будет чисто. Все потому, что вывозом мусора у нас занимается муниципальное предприятие ЖКХ и будет заниматься согласно уже подготовленному договору субпотряда с биотехнологией. То есть, те же самые мусорные машины, из тех же самых контейнеров будут возить наш мусор на тот же самый полигон. Вопрос про тариф. Если раньше мы платили с квадратного метра 2,50, если будем считать норматив 18 квадратных метров на человек, это где-то 45 рублей. Если берем среднюю семью с двумя детьми в двухкомнатной средней квартире, они платили рублей 110. Теперь какая семья заплатит 440? Что это за реформирование? Не изменяя услуги, поднимать настолько тариф. Можем ли мы как-то добиться от биотехнологий дифференцированного подхода? Это очень правильный вопрос, потому что он касается не только вашей территории и других. Я уже поставил задачу блоку Александра Александровича, чтобы он по каждой территории четко давил информацию до местного населения, через органы местного самоуправления, через старости, если это касается сельской местности, почему происходит рост тариф. Чтобы было четкое объяснение, потому что где-то он, наоборот, стал ниже, как в Горховецком районе, где-то он стал выше. И чтобы каждый житель понимал, почему это происходит. Речь идет, понятно, и о оборудовании контейнерных площадок, о качестве перевозки этого мусора, о строительстве экотехнопарков, которые также должны строиться в Владимирской области. Поэтому давайте вот тогда, значит, радужно мы тогда пьем. В первую очередь, чтобы довести информацию до жителей, но и по остальным, поверьте, будет составлен график, и обязательно и встречи состоятся с жителями. Обязательно. Потому что, правильно вы говорите, каждый гражданин должен понимать, зачем он, почему у него, что поменялось в жизни. Да, ничего. То есть, и что поменяется в перспективе, вот главный вопрос. Хорошо? Я все-таки предлагаю вернуться к Владимирскому мусору. Мы с Нового года, вот все здесь жители города Владимир, убедились, что у компании биотехнологии не хватает ресурсов для того, чтобы исполнять функции регионального оператора. И тогда встает вопрос, а каким образом она вообще победила в конкурсе? Потому что все-таки у НР-17 были гораздо более маститые компании, участвовали в конкурсе. И единственное отличие – это то, что биотехнологии первее подали заявку на вот этот конкурс. Тем не менее, насколько нам известно, компанию НР-17 и ее специалисты вот с утра до вечера с открытия департамента и до закрытия сидели с ноутбуком, смотрели на сайте, мониторили, когда будет объявлен вот этот конкурс и подача заявок. И за 15 минут до подачи заявок и появления информации на конкурсе пришли какие-то люди с коробками, зашли туда в кабинет департамента и сели. Объявляется конкурс, они уже там сидят. То есть их кто-то предупредил. Вы не хотите проверить сотрудников департамента природопользования на связь коррупционную с региональным оператором? И более того, было заведено уголовное дело о подаче поддельных документов по этому конкурсу другой компании. То есть не считаете ли вы этот конкурс скомпрометированным? Ну такие детальные вопросы, если вы владеете ими, то доставьте информацию. Хочу подчеркнуть, что, насколько я знаю, биотехнологии, когда заходили на конкурс, там же была сложная процедура. Сначала одна компания была удалена с конкурса, которая выиграла конкурс, потом вторая компания, если вторая компания есть биотехнологии, по определенным критериям, то вы говорите, как конкурс происходит, по определенным критериям заняло первое место. Причем результаты конкурса оспаривались в фазе федеральном. И федеральный фаз принял решение о том, чтобы оставить результаты конкурса. Слушайте, другую структуру, которая более детально проверяет качество проведения конкурса, в принципе не существует. Это я сейчас говорю по методике подсчета. Если уже фаз ошибается федеральный, то тогда что же тут мы можем сказать? Но точно такого быть не может. Это я говорю про подсчет. Теперь второй вопрос по технологии проведения конкурса. Если есть такие факторы, предоставьте информацию, напишем заявление тогда соответствующей структуре. Хорошо? Еще один момент я хотел бы уточнить, раз уж такой вопрос поступил. Дело в том, что декларировал рекоператор биотехнологии, что у него хватает сил и средств. Откуда поступила информация, что у него их не хватает? Мы не видим. Я еще раз говорю. У меня тоже есть претензии к менеджменту компании. То есть те финансовые ресурсы, которые есть в компании, где они были неправильно, несвоевременно потрачены и организованы вот этот финансовый подход к расходу финансовых средств. То есть надо было закупить машины не через 20 дней, а сразу. Но, как я понимаю, наложил отпечаток на действия этой компании именно те факты, о которых я сказал в предыдущем ответе. И у меня есть большая уверенность, и это мне подтверждает блок жизнебеспечения администрации Владимирской области, о том, что эти проблемы будут к концу месяца вот эти точно, подчеркиваю, точно решены. Что финансовых средств в этой компании достаточно. Более того, стоят следующие задачи. И мы к концу первого квартала будем подводить итог. Это те задачи по законному разделу сбора мусора, разделенному сбору мусора, в полном понимании российского законодательства. Мы понимаем о чем речь. То есть не просто пластик собирает, а в целом там два варианта. Сухой, сырой или четыре контейнера. Ну понятно, что в России четыре контейнера никто дома держать не будет, но это невозможно физически. Там два контейнера, точно. Поэтому вот эта следующая задача по каждому региональному оператору, она впереди стоит. Следующая задача, которую также нам должны предоставить дорожную карту, это строительство, экотехнопарк, переработка. Слушайте, у нас задача, поставленная по федеральным структурам и президентам, это вообще глубокая переработка мусора. Поэтому дорожная карта, которая будет вот в этой сфере, она точно будет доводиться, и в том числе, за средства массовой информации по работе регионального оператора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...